Девушки отдыхают Или похотливая Или то, что в ней много желаний Или она высокомерная Все это не проблема Их мы получили от Адама Нам не нужно учить Библию наизусть Если мы примем в наше сердце смысл, заложенный в Библии Знаете, почему я передаю слово? Сатана искушает людей, чтобы они не могли принять тот смысл, который заложен в Библии Знаете, что очень жалко? Однажды, когда я общался с президентом Ганой Господин Джон Атамильс Он находился при смерти Господь через него привел многих людей к Богу Я встретился с президентом в день, когда он умер Первая леди участвовала в нашем мероприятии И попросила, чтобы я помолился за президента Итак, утром мы поехали в резиденцию президента Две солистки из хора Грача спели песню А президент повторял за ними Он плохо себя чувствовал, поэтому понял, что слушал нас Потом президент сказал Президент Джон Атамильс был моим ровесником Он родился в 1944 году А мы встретились с ним в 2012 году И президент открыл уста и начал говорить Может быть, это потому, что он президент Но он не говорил о многом Он сказал самые важные вопросы, которые его интересовали Хотя он был президентом Но его мысли отличались от обычных людей Он сказал, что сегодня я проснулся Хотя мой врач долгое время лечит меня Но я чувствую, что у меня не улучшается, а ухудшается только Недавно он пригласил еще одного специалиста Но я чувствую, что мне столько хуже Сегодня утром, когда я проснулся Я подумал, оставилось ли мне хотя бы пять дней еще Мне кажется, что мне не осталось даже пяти дней Я был президентом, я хорошо жил Но есть проблема Если я умру Хотя я усердно ходил в церковь Я не пропускал собрания по воскресеньям И все жители Ганны говорят, что у меня есть хорошая вера Но я так же согрешил Я не получил прощения грехов Мне страшно перед смертью Скажите, какой президент будет так говорить? Хотя в Ганне есть десятки тысяч служителей Но я благодарен был Богу за то, что он поставил меня перед президентом Я был благодарен, что могу ясно объяснить, как мы можем получить прощение грехов Президент ни о чем не думал Он даже не хотел дольше жить Если бы была возможность, мне кажется, он хотел бы дольше жить Но в первую очередь он хотел получить прощение грехов И Бог по своей особой милости Я же живу в Корее, а не в Гане За день до нашей встречи я поехал в Ганну Мы проводили лагерь Айваев И первая лидия участвовала и передавала слово Она ждала, чтобы я закончил говорить Потом она пригласила меня И на следующий день Она приехала на машине за нами И взяла меня к президенту Я сказал президенту Господин президент Откуда вы знаете, что вы грешник? Но я же согрешил, поэтому я грешник Я отказался от его ответа Я сказал, господин президент, это не так Он удивился Я продолжил Скажите, в какой стороне сам согрешивший называет свой грех? Согрешивший не имеет права судить себя сам Потому что настоящий результат — это будет суд судей Ведь в Гане тоже человек, который согрешил, он же не сам себя судит Он говорит, да А кто судит? Бог судит нас Я спросил, господин президент, вы читали Вынесение приговора Божьего по отношению к вам? Он удивился И говорит, есть решение по моему греху? Я сказал, да, есть Он спрашивает, где? Я сказал, в Библии Хотите увидеть? Он говорит, да, я хочу увидеть Я прочитал Кремлянам 3 главу 23 стих Там написано, все согрешили и лишены славы Божьей А в 24 стихе Написано, получая оправдание даром, поблагодаря Его искуплением во Христе Иисусе Я сказал, господин президент, я показывал это слово многим юристам Один адвокат, с которым я общался, он говорит, что эти стихи написаны в форме приговора Почему же Бог написал эти стихи в Библии? Чтобы сказать вам, господин президент Президент Джон Атамильс Вы согрешили Но вы оправданы Искуплением в крови Иисуса Христа Это есть приговор Божий Да, мы согрешили Мы грешники Но поскольку Иисус заплатил всю цену То, что мы праведники, это истина Господин президент, приняв эти слова, очень радовался Он не мог выдержать свою радость Он показывал радость свою И затем Я прочитал еще несколько мест из Библии Особенно я прочитал 1 Коринфянам 6 главу 10-11 стих Там написано Мы согрешили И такие не могут войти в Царство Небесное Но именем Господа нашего Иисуса Христа И Духом Бога нашего Мы омылись Но освятились Но оправдались Я прочитал эти слова Знаете, что сказал господин президент? Аллилуйя Я теперь праведник Я омыт Я свят Он принял слово И очень радовался Господин президент сказал Я благодарен Но я сейчас немного устал Можно я немного передохну? И после этого Мы пригласили первой Лидии И она повела его в комнату А мы же вернулись на наше мероприятие Через 4 часа Первая Лидия позвонила нам И сказала Президент Чтобы стать пред Господом Богом нашим Он по зову Иисуса почил Я рассказывал эту историю многим людям в Гане И люди в Гане получили прощение грехов Я часто размышляю после этих дней Господин Джон Атамильс Президент Ганы Вы Вы не только себя Перенести в Царство Небесное Но через вас многие люди узнали Как можно попасть в Царство Небесное Вы драгоценный слуга Божий Который даже после смерти Привел многих людей к Богу Я многим говорю об этом И президента И министра И люди очень легко принимают слово Мы знаем, что Библия Многому хочет нам сказать Когда Слово Иисуса Живет в моем сердце Если Слово, которое было в Иисусе Мы верой принимаем в наше сердце То такое же деяние, которое Иисус проявлял при жизни и на земле Он будет совершать через нас Вы ведь все в масках сейчас, да? Но скажите «Аминь» Скажите «Аминь», если вы согласны со Мною Скажите «Аминь» Неважно, к какому человеку войдет Слово Иисуса Если это Слово будет жить в нем Это Слово будет действовать Например Нейман был прокаженным Однажды девочку из Самарии взяли в плен И она служила жене Неймановой Вы представляете, как она мучилась Как она роптала на Бога Как ей было печально Вы представляете, как она тосковала по семье Она думает «Почему я здесь? Почему я должна жить в доме прокаженного?» Она была самой несчастной в мире Но однажды у нее появилось новое сердце А, наш господин, он прокаженный Потом она думает А ведь если он пойдет к пророку Елисея Он же исцелит его Сердце, которое было наполнено Отчаянием, страхом и переживанием Бог Вложил одну мысль Положил одну мысль А, у него сейчас проказа Но если он пойдет к пророку, который в Самарии Он же исцелит И это слово начинает действовать в ее же душе Ведь он точно сможет выздороветь Нужно будет сказать Если Нейман пойдет в Самарию исцелиться Тогда в этом доме не будет переживаний Не будет таких горя Они будут счастливы Они будут радоваться Он получит спасение Он будет передавать Евангелие И сердце ее заполнилось надеждой на Бога Однако эта служанка через жену Нейманова сказала Как он может исцелиться от проказа И когда жена Нейманова услышала Она могла подумать О чем ты говоришь? Как можно исцелить проказу? Мы уже все попробовали Мы ходили в больницу Но ничего не получилось Как пророку может исцелить? Если она подумает так Тогда вот это слово Оно умрет в ее душе Но когда она услышала слова девочки Что-что? Он может исцелить проказу? Пророк Елисей может это сделать? С одной стороны кажется, что это невозможно Но она заинтересована, чтобы муж выздоровел Она спрашивает, а он исцелил других прокаженных? Девочка говорит, нет А как так уверенно ты можешь сказать, что он исцелит? Но пророк Елисей все может Бог разве что-то не может? Хотя я не видел, чтобы он исцелил прокаженных Но я видел, как он воскресил мертвого мальчика Правда? Ну, с чего мне обманывать вам? Я тоже много думала Если генерал пойдет в Самарию Но вернется, не исцелившись То он будет гневаться на меня Естественно, я бы не сказал об этом Я говорю, потому что уверен, что пророк исцелит его Я верю в это А верить вам, это уже ваш выбор Если вы поверите Бог будет действовать Если не будете верить То муж останется прокаженным Жена Нейманова видит, что эта девочка необычная Она очень серьезно говорит об этом С уверенностью И когда она приняла слова этой девочки Эти слова начали действовать и в ней Жена Нейманова обращается к Нейману Нейман говорит, о чем ты говоришь? Как пророк может исцелить проказ? Он же не врач Они просто учат, что мы верим в Бога Не слушай Все, не говори ничего лишнего Уже всякое мне говорят делать Если Нейман так скажет, тогда слова уже не будут действовать на него Но он сказал Это правда, дорогая? Это правда? Такое возможно? А он исцелил прокаженных? Нет, говорят, он не исцелял прокаженных Но воскресил мертвого Ой, да, по-моему, я слышал слухи Дорогая Давай ты поедешь И сходишь к пророку Надо будет пойти, чтобы исцелиться Да, 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 я об этом и говорю Если бы Нейман не поверил словам девочки Тогда слова девочки умирает в его душе И они ничего не могут сделать ему Жена Нейманова подумала Если он пойдет к пророку, тогда я может освободиться от этой проказы страшной В 1978 году Меня пригласили в Лепрозорию в городе Йонгчон И я поехал туда проводить семинар И после этого постараюсь многих Лепрозорий Приглашали меня Но я не могу забыть одного человека Есть пресвектор Ким Ганг Ньоль Он был высоким ростом И у него были седые волосы, как у меня Но Он был очень красивым Часто приходил в церковь Я помню, как он смеялся, ха-ха-ха Был красивым Первый вечер семинара Я сказал, поднимите руку, кто хочет получить прощение грехов Где-то 30 или 40 человек подняли руку Я пригласил их в мою комнату И допоздно я общался с ними До часу ночи они слушали Евангелие И, услышав Евангелие, вернулся домой Он пришел домой, разбудил супругу и говорит Дорогая, я получил прощение грехов Она спрашивает А как? Он сказал Не скажу Хочешь получить прощение грехов? Он так радовался, что получил прощение грехов И сказал своей супруге Теперь я не хочу вести прежнюю жизнь С чем бы я ни занимался Дорогая, не надо ничего говорить Я хочу жить ради Бога Он позвонил Покупателю кур Обычно в Корее, в Лепрозоре, многие держат кур У него тогда, по-моему, было 6 тысяч кур И он продал половину из них И взял сумку и положил туда деньги И поехал в другую церковь Он начал посещать пресвекторов других церквей И говорит Пресвектор Ким, в нашей церкви произошло изменение Все радуются, получив прощение грехов Пастор Уксук Пак проводил семинар Давай Я познакомлю тебя с пастором Паком Проводите семинар в вашей церкви Ему говорят Ой, в нашей церкви нет денег Ой, пресвектор Ким, я так и знал, что ты скажешь Не переживай, открывает сумку И достает деньги Раз-раз Обычно плюет, да, в пальцы, чтобы читать деньги И вот столько денег дает И говорит Этих денег хватит, чтобы провести семинар Итак, в том году в семих церквях мы проводили семинар Многие люди в Либразоре получили спасение Но, к сожалению, пресвектор Ким Ганг Ньоль Он подчеркнул спустя некоторое время Может быть, он знал, что ему осталось совсем немного Но было очень простое Он страдал и мучился из-за лепрой Но однажды, когда слово Евангелие вошло в его сердце Это слово полностью поменяло его жизнь Он часто приходил к нам в церковь И мы общались Мы вместе ели арбуз Я проводил похороны пресвектора Кима Прошло уже много лет Но до сих пор я ясно помню, как пресвектор Ким улыбался Он был красивым И занимался прекрасными делами Евангелия Приняв слово Евангелие в свое сердце Это слово вошло в его сердце Эти слова были слова Иисуса Слово, которое сказал нам Иисус Он не обманывал нас Он говорил слово, которое было на его сердце Слово Иисуса является его сердцем Когда мы понимаем его слово Когда мы верим Когда мы понимаем значение их слов Иисус входит в наше сердце И с того момента Иисус проявляет свою силу и действует в нас Сегодня свидетельствовал брат У которого маму зовут Оксу У него было такое же имя, как у меня Мой отец У него родились две дочери То есть те, которые старше меня были И когда родился я Говорят, отец так радовался И чтобы все было хорошо у меня Он заплатил деньги и получил мое имя И так назвали меня Оксу Обычно так называли девочек Поэтому, когда я учился в школе Мне очень везло из-за имени Когда я проходил мимо Мои друзья пели песню Оксу по-корейски это значит кукуруза И они говорили Вот проезжает поезд и растет кукуруза Чик-чик-пок-пок Чик-чик-пок-пок Проезжает поезд А кукуруза растет хорошо И так ребята шутили надо мною Есть другая песня про кукурузу На кукурузе растет гармошка И я говорил Что вы делаете? Говорят, вот у одного нашего брата Мать зовут тоже Оксу И недавно перед смертью Она получила прощение грехов Как она получила прощение грехов? Когда свое сердце приняло слова Иисуса Если ваше сердце вы примете слово Иисуса Тогда ваше сердце будет таким, как сердце Иисуса Понимаете ли вы это? У вас будет одно сердце с Иисусом Сегодня утром мы слушали выступление хора Грачас Как хор Грачас может издавать такой звук? Я слушал их выступление Я чуть не прослезился Я думал, как? Говорят, в этот раз директор хора Грачас Разработал новый способ вокала И этот способ, который до сих пор не использовался И в хоре на самом деле все хорошо поют Но сказали, оставьте прежде ваш способ вокала Нужно будет научиться новому методу вокала Но ведь вокал даже не такая вещь, что раз и поменяло все И поэтому, говорят, было очень сложно менять Но когда научились До сих пор они продолжают учиться Но становится все лучше и лучше Но люди, которые хорошо пели Они говорят, вот, наш директор, он слишком строгий Да ладно Как можно петь лучше? Она слишком много хочет Это уже чересчур Она что, убить нас хочет? Но научились новому методу вокала Когда нам кажется, такой звук невозможно издать Но знаете, что говорят? Что поют, не используя голосовые связки На самом деле, такие удивительные вещи нам трудно представить Нам кажется, как можно, не используя голосовые связки, можно петь Но если научиться этому методу вокала То с утра До 12 часов ночи Сколько бы человек ни пел Голос не сядет Знаете, если бы люди не умели петь, тогда научиться можно А они хорошо и так пели И имели свой способ вокала Но теперь нужно оставить прежний способ И научиться новому А научиться новому непросто Кто-то говорит, я не могу больше петь в хоре Я хочу уйти Я сказал директору Зачем так утружняют их? Она говорит, они просто не знают Они уже меняются Но не замечают, что они изменились Надо дойти до следующего этапа Но у них уже есть мысль, что у них не получается Это, конечно, непросто Надо просто следовать за мною Это тоже идет борьба Как когда мы боремся, когда передаем Евангелие Если легко понять, тогда не нужно вести борьбу Когда говорим те вещи, которые вне наших пониманий Тогда есть противление И дьявол действует, чтобы мы неправильно понимали слово, написанное в Библии Но чем глубже мы проникаем в Библию и понимаем сердце Господа Мы понимаем, что мы были неправы В последнее время я очень часто говорю Когда Иисус воскрес Иисус уже в новом теле пришел к ученикам Когда я прочитал Библию Там находился и Петр Раньше бы Петр шел впереди всех Говорил, о, Иисус Он бы сказал бы О, Иисус, посмотри на твои руки, на твою голову Что же делать? Но интересно, Петр спрятался в углу И не идет к Иисусу Раньше бы, он бы, раньше всех побежал бы вперед И сказал бы, о, Иисус А почему он сейчас спрятался? Потому что он отрекся от Иисуса трижды Когда Иисуса схватили в Гесомании Все ученики разбежались А Юан и Петр, они последовали за Иисусом И когда Иисуса привели в дом первосвященника Анны Тогда Юан Он был знаком со священником И его пропустили Он вошел в дом А Петр находился вне дома И Юан Он попросил у служанки Чтобы пропустили этого человека Она сказала, хорошо Но когда он заходил в дом Она узнала и говорит Ты же был своим Иисусом Ты ученик его Ну, и Петр сказал, нет Ну, хорошо, заходи Он вошел в дом Там было холодно, поэтому сделали костер И находились вокруг костра Служанка увидела через огонь лицо Петра И говорит Ты же ученик Иисуса Но Петр сказал Нет, я не знаю такого человека И он отрекся от Иисуса И тогда запел петух И Петр начал плакать Он вспомнил слова Иисуса Который говорил Что ты отречешься от меня Прежде чем пропоет петух Он горько плакал Как я могу называть себя апостолом? Как я могу говорить, что я ученик Иисуса? Я же отрекся от Иисуса Я не могу называть его учеником Поэтому Хотя Иисус проявил себя Ему хотелось общаться с Иисусом Но из-за греха, что он отрекся от Иисуса Трижды Он спрятался в углу Когда Иисус прошел мимо Петру было больно на душе Он думал Как я могу называть себя учеником Иисуса? Я не могу называть себя учеником Иисуса Я же трижды отрекся от Иисуса Я не ученик Иисуса Он погрузился в глубокое размышление В такой ситуации Сатана всегда говорит Ой, ты Боже не ученик Иисуса Как ты можешь называть себя учеником Иисуса? И он думал Да, я не ученик Иисуса Я пойду ловить рыбу И пошел ловить рыбу Он пришел к Галилею, чтобы ловить рыбу Утром того дня Иисус пришел к Галилее Ради Петра Всю ночь пытались поймать, но ничего не поймали Иисус спросил утром У вас есть рыба? Они сказали Нету Иисус сказал Закиньте сеть по правую сторону Они закинули И поймали множество рыб Петр подумал Когда он впервые стрелился с Иисусом Ведь было то же самое Он ничего не смог поймать Иисус спросил Есть рыба? Потом сказал Закиньте сеть в глубину И они поймали много рыбы А, это Иисус Он вышел из лодки И побежал к Иисусу Иисус разжег огонь Приготовил хлеб Поставил воду И они завтракали вместе с Иисусом После завтрака Иисус спросил Симон Янин Любишь ли ты меня, нежели чем они? Петр сказал Да, ты знаешь, что я люблю тебя Паси овец моих Что-что? Паси овец моих? Петр думал Иисус скажет Почему ты отрехся от меня? Разве ты мой ученик? Я ведь тебя поставил Ближайшим учеником Я же сделал тебя Ловцом человеков Как ты отрехся от меня? Как ты можешь Называться моим учеником? Петр думал Что Иисус скажет Именно эти слова Но Иисус сказал Паси овец моих Паси агнцев моих В тот момент Он принял сердце Иисуса Вот как Иисус после своего воскресения Говорит, чтобы я пас овец его Да, ведь мой грех Того, что я отрехся от Иисуса Он ведь решил И на кресте этот грех Да Дорогие слушатели Дьявол Очень хитрый Другими словами Сатана умнее, чем мы Вы согласны? Да Это очень важное правило В последнее время После обеда Я с братьями играю в мяч Моей команде Братья, которые работают при церкви Пресвиттер Изюан И вот другие братья в моей команде А в другой команде Там служители Я являюсь нападающим В моей команде А все остальные Играют в защиту У нашей команды есть брат Пэг Юйон Он почти бог футбола Как бы не подавали мяч Он все берет То же самое И представлено Изюан хорошо играет Все очень хорошо играют Поэтому даже если я плохо играю Я всегда побеждаю Я поменял способ подачи Всегда команда У которых больше очков Подает Поэтому мы всегда подаем мяч Служители хорошо атакуют Но чем атака Наша защита Чуть-чуть лучше Чем атака их Мы очень хорошо играем Поэтому мы побеждаем Я нахожусь в команде Которая сильнее Вчера то же самое Мы победили, по-моему, 5-2 Обычно вот так мы побеждаем Сначала я думал Может братья поддаются Но оказалось Просто наша команда Хорошо играет Команда служителей Хорошо атакует И защищаются А в нашей команде Очень хорошо защищаются А я плохо атакую Но это не важно Как бы ни атаковали Мы можем защититься Поэтому всегда побеждаем Это не только касается Корейского квадрата Если вы в духовной жизни Будете на стороне Иисуса Даже если вы плохо видите Вы победите Даже если вы отреклись от Господа Даже если вы согрешили Даже если вы сделали неправильно что-то Как бы противоположная сторона не атаковала Наши братья хорошо защищаются И я потом могу атаковать спокойно Например, когда идет подача И когда мне просто хорошо подают мяч Я могу очень хорошо ударить в мяч Когда слово Иисуса живет в сердце Петра О, я отрекся от Иисуса Как я могу назвать себя учеником Иисуса Я немощный Я рыболов У него были многие проблемы Поэтому он хотел пойти ловить рыбу Но Иисус встретил Петра И он очистил грехи Петра на кресте Иисус говорит Паси овец моих Паси агнцев моих Паси овец моих Почему? Как такой грешник, как я может пасти овец? Нет, ты не грешник Я твои грехи очистил Ты праведник Ты омыт Ты свят В чем было изменение Петра? Он отрекся от Иисуса трижды И его мучила совесть Он говорил Как я могу назвать себя учеником Иисуса? Он находился в этой мысли Но Иисус говорит Когда я умер на кресте Я очистил твои грехи Омыл еще больше грехов Теперь я омыл тебя Ты чист Ты должен пасти моих овец Чье сердце вошло в Петра? Он не слушал просто слова Иисуса А сердце Иисуса вошло в сердце Петра Это называется верою Что Иисус не скажет? Мне понятно, это ли или нет? Неважно, что говорят мои мысли Если слово Иисуса Говорит пасти овец моих Пасти агнцев моих Тогда нужно сказать Да, хорошо Если мы смотрим на наши немощи Когда мы смотрим на свои слабости О, я же отрекся от Иисуса Как я могу назвать себя учеником Иисуса? Вот в такую сторону идет наше сердце Иисус пришел для общения к Петру Он не просто дал хлеб и воду А дал новое лекарство Петру Я на христе отчистил тот грех, что ты отрекся от меня Уже твои грехи омыты Пасти овец моих И Петр принял сердце Иисуса Среди нас развеется совершенно, чтобы заниматься делами Бога Когда вы смотрите на себя, вы до сих пор слабы Это касается и уксупака Мы делаем ошибки Порой ругаемся с супругой Порой я злюсь Я человеческий Но это не проблема для Бога Когда мы принимаем слово Иисуса в наше сердце Мы принимаем не просто слово Иисуса, но принимаем сердце, которое в слове В слове Иисуса есть сердце Иисуса И когда мы принимаем это слово не просто в уши, а в наше сердце Тогда, к нашему удивлению, наше сердце будет идти на сердце Иисуса И тогда слово будет проявлять силу, и Иисус будет действовать в нас Неважно, какой вы грешник Неважно, какой зл вы сделали Неважно, какой грех вы сделали Может, вы похотливые Может, вы мошенники Может, вы злые люди Это неважно Почему мы согрешаем? Когда злой дух входит в наше сердце, тогда мы согрешаем А когда слово Иисуса укрепляется в нашем сердце Тогда через нас проявляется сердце Иисуса Аллилуйя Верите ли вы в это? Верите ли вы в эту истину? Давайте скажем Аллилуйя Понимите руку, если вы согласны Еще раз Когда мы принимаем его слово наше сердце Девочка сказала Наш военачальник Было бы хорошо, если он пойдет в Самарию И станет перед пророком Пророк исцелит его Ведь в ее словах есть какая-то воля Но если хотя слышат слова, но не принимают Тогда эти слова не действуют Почему Нейман пошел в Самарию? Почему? Потому что хотел исцелиться от проказы? Правильно? Потому что он поверил словам девочки? Что правильно из них? Разве вы не знаете? Эти оба варианта правильные Ой, почему вы так легко обманываетесь? Вы даже на моей ловушке попадаетесь А дьявол тем более Мы все глупее, чем дьявол Поэтому кроме того, как принять слово Иисуса В наше сердце, нет другого пути Если мы принимаем слово Иисуса в наше сердце Ваше сердце будет едино с сердцем Иисуса Аминь Аминь Вы сказали, что вы все грешники Мы согрешили И то, что мы грешники, это правда Мы грешники, но Иисус оправдывает нас Да, хотя я грешник Но Иисус оправдал меня Я праведник Этот человек принимает слово Иисуса А кто говорит, я грешник Он отказывается от слова Иисуса И принимает свои мысли Когда вы принимаете слово Иисуса И когда слово действует в вас Знаете, что произойдет? И вас будет проявляться такая же сила Которая была у Иисуса Аллилуйя Аминь Аминь Петр ничего не смог поймать Потом, по слову Иисуса Смог поймать Много рыбы в Галилее Мы не знаем, куда он делал эти рыбы Может быть, он оставил Поэтому пойдем Пойдем эти рыбы Ну, мы благодарим Господа Петр уже не был заинтересован в рыбах Паси овец моих Паси агнцев моих Иисус Хотя я трижды отрехся от тебя Хотя я такой грязный и немощный Но говорит, чтобы я пас твоих овец Хорошо, Господи, я буду пасти овец твоих Вот так поступил Петр Что же изменило его? Вера в Слово Иисуса Изменило его Когда он услышал Слово Иисуса Он уже не тот, который отрехся от Иисуса А тот, который верит в Слово Иисуса Он тот, который верит в Иисуса Когда он поверил Слово Иисуса Иисус мог через Петра проявить удивительное деяние Разве это не удивительно? Он увидел Хромова у входа в храм Хромой просил милостыни, протянув руку Когда шел Петр Раньше Петр, он отрехся от Иисуса И он следил за своими мыслями Но когда Слово Иисуса вошло в его сердце Слово Иисуса борется с сердцем Петра И Слово Иисуса победило сердце Петра И теперь многие мысли, которые были у Петра Его мысли И мысли, которые были от дьявола Сначала они вели его Чтобы он отрехся согрешил И чтобы потом пошел ловить рыбу Но в тот день, когда он принял Слово Иисуса Своё сердце Тогда сердце Иисуса Стало сердцем Петра Когда сердце Иисуса вошло в сердце Петра То теперь сердце Иисуса ведет Петра Когда сердце Иисуса находится в Петре Он же ученик Иисуса Поскольку сердце Иисуса находится во мне Хотя я скверный и немощный человек Но сердце Иисуса начинает вести меня Иисус, который во мне Он тот, который может исцелить этого хромого Вот такое сердце образовалось в Петре Не потому, что я особенный Не потому, что у меня есть сила Не потому, что я умный Я тот, который отрёкся от Иисуса Но я принял Слово Иисуса в моём сердце Это не моё сердце, это сердце Иисуса Иисус может исцелить этого хромого Через меня этот хромой исцелится Аминь Пётр сказал Взгляни на нас Этот хромой подумал Сколько же ты хочешь мне дать? Потом он посмотрел Пётр сказал Серебра и золота нет у меня Но что мету дают тебе Во мне есть Иисус Христос из Назарея А Иисус сделал, чтобы ты ходил Именем Иисуса из Назарея Встань и ходи Взял правую руку и поднял его Аллилуйя По вере его, он встал и ходил Я видел, как многие люди исцеляются Не потому, что я добрый Не потому, что я особенно ли хороший Во мне также был Иисус Я немощный, скверный человек Но Иисус, очистив меня, находится во мне Я принял слово Иисуса Это сердце Иисуса Слово говорит, что он оправдал меня Значит, я праведник Я говорю по слову Иисуса Если это мое сердце Как действовал Иисус Так же этот хромой сможет встать и ходить Серебра и золота нет у меня Но что имеет, то даю тебе Именно Иисуса из Назарея Встань и ходи Взяв правую руку Он поднял его Аллилуйя Бог действовал Наше сердце отличается от сердца Бога Мы каждый день согрешали У нас было только позорное перед Богом Но оставив наши мысли Когда мы приняли слово Иисуса То сердце, которое было в слове Иисуса Это было сердце Иисуса И когда сердце Иисуса вошло во меня И когда оно начало вести меня Я стал маленьким Иисусом Поэтому Он дал нам имя Иисус Мы делаем то, что делал Иисус Поэтому мы являемся Иисусом Мы молимся именем Иисуса Проповедуем именем Иисуса И служим именем Иисуса Мы являемся маленьким Иисусом Внешне мы оксупак, а внутри я Иисус Я являюсь маленьким Иисусом Тогда мы можем исцелить и храмово Прочитаем слово, которое сказал Петр Третья глава 15 стих 14 стиха будем читать Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу А начальника жизни убили, сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели И ради веры во имя Его И имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете И вера, которая от Него даровала Ему исцеление сие пред всеми вами Петр говорит эти слова нам Вера во имя Иисуса Христа Да, я не могу исцелить храмово Но Иисус может исцелить храмово Когда я верю в слово Иисуса Тогда храмово исцелился Посмотрим 19 стих 19 стих Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши Чтобы загладились грехи ваши Иисус уже загладил грехи Но написано Но поверьте в это Иисус хочет, чтобы ваши грехи были заглажены Но когда вы принимаете Да придут времена отрады от лица Господа 20 стих И да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа Иисус будет жить в нас и будет действовать В день 50-й честь Петра получила спасение 5000 человек Потом 3000 человек Вот такое деяние произошло через Петра Иисус сделал так В прошлом мае Когда мы проводили библейский семинар Бог совершил удивительное деяние Я не мог представить, что мои проповеди будут транслироваться через телевидение Но более 200 телерадиокомпаний транслировали мои проповеди А в октябре 655 телерадиокомпаний транслировали наше слово Миллионы, даже миллиарды людей слушали это слово И многие получили спасение Это очень просто Надо оставить наши мысли Слово, которое передает Оксупак Это сердце Иисуса Когда мы принимаем сердце Иисуса наше сердце Сердце Иисуса начинает действовать в нас Так я освобождаюсь от греха Я становлюсь праведником Я начинаю радоваться Я буду тронут Я хочу жить ради Иисуса Это будет совершать Иисус в нашем сердце Нет ничего удивительного Иисус должен действовать в нас Но люди не знают этого И многие люди сами пытаются делать Таких людей очень много Я хочу еще раз вам сказать Это неправильно Иисус должен жить и действовать Нужно верить в Иисуса Верить, что кровь Иисуса очистила наши грехи Хотя мы согрешили Но мы не грешники Потому что цена уже оплачена на кресте Крест уже очистил нас Мы святы, мы праведны Так нам говорит Библия Когда мы смотрим, у нас много греха Но уже все омыто Я Человек, который много обманывал Но Иисус В моем сердце Сказал, что Он очистил наши грехи Искупление во Христе Иисусе Получая правдой дара Поблагодарить Его Я принял эти слова в мое сердце И тогда мысль о том, что я грешник Все убежали от меня Я праведник Крови Иисуса С того момента Иисус начал действовать Иисус начал вести меня Я хочу спросить у вас Дорогие слушатели Кто ведет вас? Сегодня ведут вас ваши мысли? Не верьте им Они говорят, что вы грешник Таких мыслей вам нужно ставить Даже не важно, вы понимаете или нет Но веруя, принимайте слово Иисуса А Иисус будет действовать в вас И тогда Как Петр Истрел Хромова Иисус, который в вас Через вас Хочет проявить свою силу Веруйте в слово Тогда Бог будет жить и действовать Спасибо за внимание Субтитры создавал DimaTorzok